В наше время наиболее часто можно встретить людей, желающих владеть ораторским искусством. В России умение говорить и красноречиво выражать свои мысли высоко ценится. И даже есть различные школы и курсы ораторского искусства. Также и в Хасавёрте во Дворце культуры «Спартак» расположена студия ораторского мастерства, где можно обучиться не только красиво излагать свою речь, но и научиться выступать на публику. Данная студия продолжает свою работу на протяжении больше одного года. И за это время желающих получить навыки красноречия набралось немало, в частности, среди юного поколения. Преподаватель ораторского мастерства Наиля Балаева отмечает, что помимо детей, курсы могут посещать и взрослые. Для каждой категории есть отдельные программы обучения. Для юных учеников уроки проходят в интересной игровой форме, а для взрослых рассчитано больше лекционных занятий. Способствуют связной грамотной речи, красивой речи. Я также ввожу в наши занятия элементы риторики, сценической речи, актерского мастерства. Сами дети также в восторге от занятий, поскольку каждый день познают что-то новое и интересное для себя. Воспитанник Дворца культуры «Спартак» 13-летний Алим Абдулаев рассказывает, что курсы ораторского мастерства он посещает на протяжении одного года. И за это время, благодаря данной студии, научился грамотно говорить и правильно выражать свои мысли. Очень интересно, потому что это хорошо влияет на мои таланты, это помогает мне выступать на сцене. И благодаря студии Дворца культуры «Спартак», благодаря студии ораторского мастерства, я часто выступаю на разных мероприятиях, так и на школьной сцене, так и на городских сценах. Во все времена красноречие высоко оценивалось. Еще в давней эпохе, в Древней Греции, где появились первые ораторы, многие люди были убеждены, что с помощью мастерства красноречия можно повлиять на общественно-социальную жизнь. Многие философы и творческие личности считали, что именно наука риторики помогала людям во все времена найти свое место в жизни. Алина Хасамбекова, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».